Традицией становится в День России проводить фестиваль, который собирают молодежные команды учебных заведений и сельских поселений муниципалитета. Ребята с радостью принимают участие в этом праздничном мероприятии. Живописный Северный парк уже не в первый раз становится местом для проведения фестиваля «Моя Россия». Всех собравшихся поздравила с праздником, Днём России, начальник управления по делам молодежи Славянского района Елена Бондаренко. Сегодня мы с вами собрались в такой значимый день, очень важный государственный праздник – День России. Это праздник патриотов страны, в которой мы живем. Кто такой патриот? Это человек, который любит свою семью, который любит дело, которым он занимается, будь то учеба, будь то работа, который стремится сделать жизнь вокруг себя лучше, свой город, свой край, свою страну. Поэтому я всем желаю быть настоящими патриотами нашей Родины. Сегодня хочу пожелать вам здоровья, благополучия, новых свершений. На территории парка заработали многочисленные тематические станции, на каждой из которых участники команд смогли проявить свои способности в программировании, оказании первой медицинской помощи, продемонстрировать знания о нашей стране, о её символике и территории. Мы не в первый раз на таком мероприятии и, честно, очень любим славиться на Кубани и такие мероприятия, ездить сюда, проходить такие квесты, мини-квесты. Всё очень интересно. Правда, началось только, но мы уже понимаем, что впереди нас ждёт много впечатлений. Каждая из десяти команд, участвующих в фестивале, пыталась показать свои лучшие качества. И даже если не удавалось стать лидером, всё равно ребята очень старались. Сегодня праздник День России. Мы очень рады принимать участие в фестивале «Моя Россия». У нас подготовлена команда, и мы надеемся показать хорошие результаты. Одним из самых интересных испытаний стало преодоление водного маршрута по озеру Талока на рафте. Здесь же проходила стажировка по рафтингу для молодых семей с детьми при помощи славянского филиала краевой крейсерско-парусной школы. Многие в первый раз решили прокатиться на рафте. Тем ярче были пережитые эмоции. Это вообще мой первый раз. Очень одно хотело, потому что муж по молодости часто сплавлялся на рафте. Самой как-то не удавалось попробовать. Было очень интересно попробовать. Конечно, это не профессионально, в том плане, что каждый работал с веслом, как хотел, как ему было удобно, что-то показал муж. Но в целом очень интересный, незабываемый, конечно, опыт. Нужно было видеть, с каким энтузиазмом боролись за первенство участники фестиваля. После подведения итогов были названы и награждены лучшие. Это команда «ТЭМ» славянского сельхозтехникума, ребята из техникума экономики и права и команда рисового сельского поселения. Очень рады, что у нас получилось поучаствовать в данном фестивале. Нам очень сильно это понравилось. И у нас это вдвойне праздник, и День России, и то, что мы выиграли. Все в техникуме будут гордиться нами, что у нас все получилось выиграть, занять первое место. Завершился фестиваль развертыванием огромного флага Российской Федерации, как символа самой большой и самой лучшей в мире страны. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».